ассалам алейкум с вами султан аскеров меня просили объяснить и показать почему допустим бмв когда едет по кочкам или там в извилинах она бывает почему она не скрипит а допустим у меня есть еще и хундай тоже спорту как-нибудь сниму его тоже ну вот на хундай я когда еду и по кочкам чувствуешь как кузов скрипит почему не скрипит бмв я сейчас вам покажу вот смотрите дорогие вот это скрепление видите отсюда с корпуса и прямо вовнутрь с этой стороны тоже есть еще обратите внимание вот здесь видите видно наверно да туда вот это все вот это все вот это все скрепляет корпус и не дает и когда ты по кочке едешь и корпус не играет и еще сзади тоже такая же система вам сейчас покажу вот здесь вот по бокам тоже есть такое же скрепление здесь у нас запаска здесь аптечка идет вот здесь аптечка открывающего вот так вот это аптечка бмв тут одна сторона резиновая если чё везешь чтобы не портилась вот это снимается аккумулятор находится сзади и вот то же самое скрепление здесь амортизация не амортизация это как бы держатель идет с того бока точно такой же и за счет этого корпус не играет бмв нет ни скрипа не звука и что я еще хотел показать здесь под запаской старайтесь воду здесь не возить потому что там здесь находится система все вот смотрите допустим вот это все электрическая если вода каплю сюда тогда накроется нужно беречь от воды вот это вот блюдо сам я упоминал когда у меня не работал монитор не говорили эту систему нужно менять это все работает это не так осталось мне показать когда монитор привезут как подключается монитор не монитор и бортовой компьютер и еще в прошлом видео я хотел объяснить объяснить именно то допустим бывают перевертыши как отличить перевертыши перевертыши это когда машина как вы понимаете переворачивается да сейчас то я вам покажу чтобы вы знали хочешь с той стороны заходи садись дорогие друзья перевертая машина перевертана машина если она перевертана когда вы покупаете машину нет разницы это бмв или хунда или кия любая машина в которой есть аэрбак подушки должен гореться я щас покажу вот смотрите на так на экране сейчас пока вот смотрите сейчас оставляю ключ видите красный загорелся там мужичок сидит на нем ремень безопасности и вот он сейчас должен погаснуть вот это вы видели теперь я объясню что это значит если вставляешь замок ключ замок ключ вставляешь и не появляется этого знака значит машине не работает ни одна подушка аэрбак ни один не работает она была перевернута и была заново собрана если загорается и не погасает тогда какая-то из этих допустим сколько здесь 8 или 10 подушек да какая-то из этих подушек не работает вот внимание обращайте в основном на это еще раз покажу ну всем думаю что понятно что это за знак вот оставил ключ вот это вот загорелась пристегнут ремень и исчезает оно должно работать так еще раз повторю если это лампочка загорелась этот знак загорелся и не выключился значит какая-то подушка или на руле или на пассажирском или по бокам не работает нужно проверить но если вообще не существует этого знака значит машина была перевернута и и заново собрали но эту механику эту систему остановить очень сложно может быть даже невозможно и имейте ввиду именно следите за этим еще что я хочу сказать я хотел я прошлом видео упоминал упоминал о этих какого тут уже было про этих ну-ка нам воду машина попадает как называют хузик смотри видео портится надо было стоп нажать ну ничего страшного срывают они сейчас вспомню как же их называли елки ладно давай стоп и вспомнил утопленники я про утопленников хотел еще рассказать в утопленную машину садишься в основном вид такой же вид такой же все в изящном состоянии но запах есть запах но запах всегда обращайте внимание садишься машину вы допустим вот сейчас приятный запах может быть чувствуется кожаный запах потому что самым кожаный но нету другого никакого запаха а в утопленников извините за выражение прямо воняет внутри и в утопленников еще вот здесь видите все в бархате да вот видите вот эти места вот у бмв в бархате оно все в бархате в утопленных машинах и вот эти вот резинки они все прогнившие ну как погнившие вот так вот трогаешь и они сыпятся вот обращайте внимание на это обращать внимание на резинки тоже да ну я и про резинки говорю а так еще да вот эта машина это м-пакет вот здесь знак есть я покажу вот так вот я еще что хотел сказать подержи в прошлом видео я говорил что машину пригнал с америки это машину эту машину м-пакет произвели в америке там растормошки не было понимаете как не было потому что она создана в америке местная машина но люди задают вопрос как купить машину чтобы не попасть на две растормошки две растормошки еще раз напоминаю получается тогда когда машину покупаете в германии которая создана в америке понимаете она не раз это можно машина приезжает в германию привозит ее там растормаживает ставят цену допустим 20 тысяч евро да евро и вы ее покупаете но в америке вы ее купите за 15 потому что там пять штук уходит на растормошку эту машину я купил в америке произведена она в америке это германский филиал и поэтому когда я к себе привез сюда сделал здесь только один раз растормошку но тут есть один у нас брат такой живет в финляндии он спрашивает я не знаю я не знаю по странам допустим по шенгеновским странам между собой есть растормошки нет это вы узнаете я не точно не знаю могу не хочу соврать а если по странам снг то обязательно машину надо расторможить а так что еще хотел сказать вроде добавить больше нечего все показал что еще здесь да здесь такое же идет скрепление как видите здесь везде видите везде есть как называют на ска артистки называют как называть или ну тоже так же это все компьютерная система тут в общем надо беречь от воды да и запомнить что в бмв существует 37 37 до 37 оперативной памяти нас есть 37 37 оперативной памяти которую отвечает за каждое за каждое действие можно сказать про них мы тоже можем снимем видео попозже ну вроде все да на сегодня все всем большое салам